Жасулан Амангельдинов провёл под стражей 22 дня и подвергся пыткам. Работавший строителем мужчина 5 января вышел на смену, но на фоне охвативших Алматы беспорядков работодатель отправил сотрудников по домам. Едва выйдя с работы, Жасулан оказался в толпе протестующих. Началась стрельба. Пуля попала в глаз. Через три дня спецназ забрал Жасулана из больницы. Его доставили в следственный изолятор. Жестоко избивали и обливали кипятком. Не разговаривали в лесу. Продолжение следует... В деревне, в здании. В лесу, в деревне, в мировой земле, в мировой земле. В деревне, в мировой земле. palда келт te аркама уиды по-моему стей и каламуна колмаует артер над Жасулана поместили в медсанчасть изолятора. Его состояние ухудшалось. 21 января его вывезли в больницу, сделали вторую операцию на глаз. 31 января Амангельдиновы отпустили под подписку о невыезде. Он вернулся во времянку, которую снимает с семьёй на окраине Алматы. Жена обеспокоена его состоянием. Жасулан – единственный кормилец семьи. Сейчас Жасулан в ожидании четвёртой операции. Ему поставят протез вместо глаза. 30-летний мужчина проходит подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Сам он требует привлечь к ответственности тех, кто его пытал. Амангельдинов написал заявление в прокуратуру. Заведено уголовное дело. Несмотря на поток жалоб на жестокое обращение с задержанными, в МВД Казахстана отрицают пытки в изоляторах. Хочу заверить, такого нет и быть не может.